Всем привет! PlayStation 4 подходит к концу своего жизненного цикла. За почти 10 лет на неё вышло огромное количество игр. А также продолжают выходить супер-проекты, такие как, например, Horizon Запретный Запад и God of War Ragnarok. Но все мы прекрасно понимаем, что совсем скоро баллом будет править PlayStation 5. И разработчики начнут делать игры без оглядки на PlayStation 4. В этом ролике я расскажу о 10 самых графонистых игр PlayStation 4. Список открывает Red Dead Redemption 2. Rockstar без преувеличения сделали одну из лучших песочниц последних лет. С отличной сюжетной линией и феноменальным вниманием к деталям. Пожалуй, самая реалистичная игра на данный момент на рынке. Тут даже у коней сжимаются яички на морозе. Где вы еще такое увидите? Это лишь один из примеров. Таких мелочей наберется добрая сотня. Игра постоянно удивляет в хорошем смысле слова. Персонажи за счет качественных анимаций и фотореалистичной графики выглядят как живые. А какие здесь живописные пейзажи и горы? Это надо видеть. Если вы хотите самые реалистичные и при этом очень технологичные игры, поиграйте обязательно в Red Dead Redemption 2. Единственный косяк это субтитры. В игре нет полной русской озвучки. Многих это очень сильно напрягает. Horizon Forbidden West. Студия Gorilla Games всегда славилась топовыми графическими технологиями. Серия Killzone и Horizon Zero Dawn тому наглядное подтверждение. В запретном западе из железа PlayStation 4 выжили все соки. Картинка стала еще краше. Здесь потрясающие эффекты света и теней. А также улучшены текстуры персонажей. Теперь можно разглядеть даже мелкие волосики на лицах, шее и других частях тела. Вроде бы мелочь, но приятно то, что разработчики настолько заморочились. Это вызывает похвалу. Также очень зрелищно выглядят подводные места. Мы будем частенько их исследовать. А также прятаться от противников. Ghost of Tusima. Один из последних полноценных эксклюзивов PlayStation 4. В котором мы играем за самурая Дзина Сакая. Защищающего свою родную землю от монгольских захватчиков. Очень добротная песочница. Да к тому же еще и дико атмосферная. Таких пейзажей вы не встретите, пожалуй, больше нигде. Высокая трава, листва и одежда главного героя реалистично колышутся на ветру. Ветер является неотъемлемой частью геймплея. Разработчики вдохновлялись произведениями Акиры Куросавы. И как по мне у них получилось передать стиль великого мастера. God of War Ragnarok. Продолжение приключений Кратоса и его сына Атрея. Если честно, не сильно по графике отличается от God of War образца 2018 года. Но тем не менее, все равно остается одной из самых красивых и лучших игр PlayStation 4. Геймплея в Ragnarok завезли аж на 90 часов. Для линейной сюжетной игры это очень много. Вроде бы все круто, но хотелось бы кинуть камень в огород разработчиков. Во-первых, за темнокожую великаншу Ангр Бодо. Вы что там разрабы? Совсем офанатели в край. Вы еще Атрея сделаете трансом. Добавьте геев, азиатов и еще каких-нибудь уродов природы. Блевать хочется, если честно, от такой повестки. Второй камень кину за графику. Вы чем все эти 5 лет разработки занимались? Чтобы добавить пару незначительных эффектиков? Круто, молодцы. Возьмите пирожок с полки. Ratchet & Clank. Ремейк с самой первой части с PlayStation 2. Расскажет, как познакомились главные герои игры Lombax Ratchet и Robot Clank. На мой скромный взгляд, одна из лучших игр консоли. Да к тому же еще и является эксклюзивом. Представляет собой ярчайший экшн-платформер. С очень крутой графикой и превосходной оптимизацией. Не устаю хвалить студию Insomniac. Они большие молодцы. В Ratchet & Clank огромный арсенал причудливого оружия. Стрелять из которого одно удовольствие. Чем чаще мы пользуемся конкретной пушкой, тем быстрее она прокачается. Такая нехитрая система повышения уровня отлично вписывается в игровой процесс. Отличная игра для всей семьи. Uncharted 4. Последняя часть, в которой мы играем за авантюриста Нейтана Дрейка. Кто смотрит давно мой канал, знают, что я обожаю серию Uncharted. И четвертая часть для меня стоит в одном ряду с выдающейся второй частью. Здесь есть все для приключенческого боевика. Завораживающий сюжет, превосходная графика, увлекательный геймплей и потрясающей красоты пейзажи. Игре уже 6 лет, а она до сих пор может дать прикурить большинству игр, которые сейчас выходят. Это именно тот проект, в который стоит поиграть в первую очередь, если вы обзавелись PlayStation 4 или PlayStation 5. Ordean 1886. Пожалуй, самый недооцененный эксклюзив Sony. Игра 2015 года и до сих пор поражает своей картинкой. Место действий разворачиваются в конце 19 века в Лондоне. Рыцари круглого стола ведут многовековую войну с полукровками. Мы играем за одного из рыцарей, сэра Галахада. Оружие нам поставляет не кто-нибудь, а сам великий ученый Никола Тесла. Стрелять в Орден 1886 одно удовольствие. Пушки отлично чувствуются, а кровь от врагов остается на стенах. В плане кинематографичности все выполнено на 5 с плюсом. Вот с чем у игры большие проблемы, так это с короткой продолжительностью. И незавершенностью сюжета. Вы будете сильно разочарованы, когда увидите финальные титры. Очень хочется продолжения, но к сожалению, мы его скорее всего не увидим. Так как студию, ответственную за разработку игры, расформировала Sony. Detroit Become Human. Игра в жанре интерактивное кино. От авторов Фаренгейт, Хэви Рейн и За гранью две души. Действие игры происходит в будущем, где андроиды работают на людей и подчиняются всем приказам. Но с некоторыми андроидами происходит сбой, и они становятся девиантами. У них появляются собственная воля и чувства. Нам предстоит поиграть за трех разных андроидов. Каждому из которых посвящена своя сюжетная линия. Так же, как и в Хэви Рейн, к финалу могут прийти не все. Поэтому старайтесь хорошенько продумывать ваши ответы. Ведь от них зависит, куда повернет сюжет. Одни из нас, часть вторая. Последняя на данный момент игра Нила Дракмана из студии Naughty Dog. Рассказывающая историю о том, как люди стараются выживать в нечеловеческих условиях. При полном хаосе, эпидемии и разрухе. Сюжет получился очень трогательным и напряженным. Игра про предательство и грязь. Не ищите в повествовании светлых пятен. Их здесь попросту нет. Все персонажи игры сволочи. Кто-то больше, кто-то чуть меньше. Но в целом они все подонки. Тем не менее, от игры нереально оторваться. Она затягивает тебя с головой. А игровой процесс выполнен на недосягаемом уровне для всех других студий-разработчиков. Что касается графики, то это самая технологичная игра PlayStation 4. Майлз Моралес. Продолжает историю Марвел Человек-паук образца 2018 года. На этот раз главным героем выступает Майлз, а не Питер Паркер. Место действий разворачиваются в заснеженном Манхэттене. Выглядит город, надо сказать, мое почтение. Игровой процесс в целом остался прежним. Если не считать нескольких новых электрических умений Майлза. По продолжительности Моралес примерно в два раза короче оригинала. Но это и не удивительно. Изначально игра планировалась как расширенная версия Человека-паука. Но в конечном итоге все это вылилось в полноценное отдельное дополнение. Друзья, я делаю ролики на YouTube 4 года. Более 120 роликов вы можете посмотреть на моем канале. А также у меня есть страничка на Boosty, где появляется контент в раннем доступе. Например, история серии Little Big Planner. Так и эксклюзивы, которые доступны только на Boosty. Такие как ролик про то, как в 90-е у меня появилась Dendy. Еще я выкладываю тематические новостные посты, фотоотчеты и многое другое. Новый контент каждую неделю. Что-то можно посмотреть бесплатно. Для каких-то материалов потребуется подписка. Всего их 5 уровней, дающие различные преимущества. Самая дешевая всего 60 рублей. Каждая оформившаяся подписка мотивирует меня не забрасывать мое увлечение. И выпускать чаще качественный контент. Игр с крутой графикой очень много. И мне было весьма сложно выбирать. Хотелось рассказать про большее количество проектов. Но рубрика ограничивается только 10 играми. Поэтому мне пришлось половину вычеркнуть из списка. Если вам понравился этот ролик, то поставьте пожалуйста лайк. А также подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, если вы по какой-то причине еще не сделали этого. Всем до новых встреч и смотрите AxlRage. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok